Посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку ты, говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри. Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? Как тебя зовут? Сто процентов энергии. Так производитель подписал свой продукт. Вот только энергии здесь и не пахнет. Зато ухудшение здоровья гарантировано. В преддверии Нового года конфетами и другими сладкими подарками заставлен, можно сказать, каждый торговый угол. Покупают, как правило, без разбора. Ведь в первую очередь многих родителей и особенно детей привлекают блестящие красивые упаковки. Вот только в пакете со сладостями могут попасться вредные энергетические конфеты. Поэтому сотрудники Роспотребнадзора в праздничные дни особенно внимательны. Это вроде пока вообще ни в одном месте такого энергетических конфеток никто не найдено. Ты не встречала? Нет. Проверки торговых точек с новогодними подарками и пиротехникой, как правило, проводят каждые несколько дней. Ведь случаев отравления новогодними сладостями хватает. И лучше заранее проверить продавцов на наличие просрочки. Все свежие. Так, сроки соблюдаются. Как правило, нарушения одни и те же. Срок годности и неправильное хранение. Сотрудники Роспотребнадзора открывают подарок за подарком и скрупулезно присматриваются каждому товару. Продавцы уверяют, что некачественных или просроченных товаров просто не может быть. Ведь они лично упаковали каждый пакет. Обойдя большинство прилавков, вердикт комиссии сегодня положительный. Сотрудниками Управления Роспотребнадзора проводится рейдовое мероприятие по торговым точкам. В связи с ежегодными проверками на преддверии новогодних праздников проводятся внеплановые проверки по приказу федеральной службы. А также в связи с тем, что в сети интернет недавно появился ролик о том, что в новогодних подарках обнаруживаются энергетические конфетки. По итогам сегодняшних мероприятий такие энергетические конфеты ни в одной торговой точке не были найдены. Но в одной торговой точке была обнаружена шоколадная плитка, которая была просрочена на неделю. До нового 2020 года всего несколько дней. В Роспотребнадзоре напоминает, нужно быть особенно внимательными, чтобы подойти к Новому году не только с хорошим настроением, но и здоровьем. Идриса Жиев, Магомед Дядигов, Новости 24.